Пейзажный фотограф Пейзажная фотография — это не только путешествие и мимолетный взгляд из окна автомобиля на окружающую природу. Это именно созерцание и погружение в природу, слияние с ней. Когда человек наблюдает по утрам за удивительными туманами, удивительным светом, и у него буквально замирает сердце от красоты вокруг. А еще пейзажная фотография служит для понимания человека, его места в мире, его взаимоотношения с окружением. Ведь природа, она просто прекрасна, и достаточно выйти за порог своего дома, чтобы сделать открытие для себя и для людей, которые вас окружают. Как же я пришел в профессию пейзажного фотографа? Пожалуй, все началось с детства. Именно в детстве родители отдали меня в художественную школу, и я провел практически 6 лет в художке. И это очень сильно повлияло на мое художественное восприятие мира, на восприятие пространства, композиции. Затем начался период моего обучения в институте. Учился я на физтехе 6 лет. Занимался физикой. И наверняка именно мое желание заниматься чем-то техническим и художественным одновременно, и заниматься спортом, привело меня именно к пейзажной фотографии. Ведь пейзаж — это синтез. Синтез восприятия пространства, восприятия мира с художественной точки зрения, обращение со сложной техникой. И это именно спорт. Тут нужны большие силы, выносливость, чтобы путешествовать в таком жестком, в таком серьезном режиме. Так, как же новичку и любителю стать профессиональным природным пейзажным фотографом? Для меня этот путь занял 9 лет, и, пожалуй, самым главным было мое отношение к пейзажной фотографии. Каждую свою поездку, каждую вылазку на природу я считал как самостоятельный проект. Именно проект, который может вылиться в какую-то фотовыставку, может вылиться в статью или фотографии, которые буквально хочется подарить, напечатать или захочется кому-то купить. То есть это самостоятельный проект. Вторым немаловажным моментом было наличие наставника, наличие учителя и критика. Ведь особенно в наше время очень легко попасть в такую пропасть, когда тебе постоянно лайкают на социальных сетях твои фотографии, или просто пишут лестные комментарии, а про критику забывают. Очень важно иметь таких наставников. Третье немаловажное то, что фотографию я занимался самостоятельно. То есть я читал статьи, я общался на форумах, на фотосайтах с фотографами и очень много практиковался. Именно практика очень важна в пейзаже, в природной фотографии. За эти 9 лет я добился того, что сейчас пейзажная фотография – это моя работа. Очень часто мне задают вопрос, а где же работа фотографа в природной пейзажной фотографии? Ведь, казалось бы, достаточно нажать на кнопку, и вот он, какой-то красивый пейзаж на матрице вашего фотоаппарата сохранился на карточку. Но не забывайте о том, что пейзажная фотография – это в первую очередь планирование, это ожидание, это ощущение пространства, ощущение света, цвета и композиции. И очень важно соединить все эти элементы в один, в какой-то очень короткий миг, когда солнце только-только встает из-за горизонта. Это именно не документалистика, это художественная фотография, это привнесение частички автора, частички его души конкретно вот в этот вот цифровой снимок, который мы получаем. И очень важно также подготовить эту фотографию дальше к печати, подготовить к просмотру зрителям, то есть обработать ее в лайтруме в фотошопе и обработать, преподнести ее так, чтобы ощущалась именно природа, ощущалась суть того момента, который вы воспринимаете. Потому что восприятие одного и того же пейзажа может быть холодным, теплым, может быть черно-белым. И именно здесь, в восприятии цвета пространства, наверное, кроется самое главное, самое важное, то, что автор преподносит зрителю. Эх, давайте посмотрим, что с собой ношу я практически в каждое свое путешествие. Как улитка с домиком, я всегда таскаюсь вот с этим вот своим любимым синим рюкзаком. Вот, посмотрите, это вот моя сейчас главная камера. Это Nikon D810 с объективом Nikon 24-70. Пожалуй, это у меня самый основной, самый главный комплект для съемок. Потом у меня есть еще вот такая вот замечательная маленькая линзочка. Это Nikon 14 мм. Это практически сейчас такой раритет. Вот, но, как видите, он такой вот маленький, компактный объектив. И практически такой вот, как фишай, но только с прекрасной геометрией прямой. Еще у меня есть вот такой вот тоже увесистый, большой, хороший старый объектив Nikonovsky 80-200. Сейчас продается в основном его аналог 70-200. Но вот я предпочитаю такой вот железный массивный объектив без электроники, который выживает в любых условиях. Кроме этих трех объективов, у меня еще есть с собой комплекты фильтров в таких чехлах. Это чехол для круглых фильтров, а это чехлы для фильтров пластинок, градиентные фильтры. Есть еще у меня вот такой замечательный карбоновый штатив рядышком. Ну и прочие аксессуары. Я вам желаю реализации ваших проектов, ваших мыслей в фотографии. И обязательно фотографируйте все больше и все лучше. Ну, а я пойду греться после вечерних съемок зимних. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok